Мать и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая. И я! И я! И я! И я! В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы. Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Отличная семья» и мы стараемся в наших передачах делать тему сиротства понятной, открытой и доступной, для того, чтобы все-таки ситуация в нашей стране менялась. И мы рассказываем о том, каким образом можно помочь детям-сиротам, как войти в эту историю, как продолжать в ней двигаться, если вы уже стали либо приемным родителем, либо усыновителем, либо опекуном, а может быть, вы являетесь волонтером или наставником. Вот сегодняшняя тема нашего эфира, она для многих как красная тряпка для БК, потому что сегодня мы будем говорить об опеке. Вот опека за и против, помощь или наказание. Что исходит от органов опеки? Я надеюсь, что мы сможем сегодня поднять актуальные вопросы, почувствовать запрос, и я к этому приглашаю также и вас, друзья, к нашему участию. Пожалуйста, вы можете писать, звонить и делиться своим мнением, своим опытом с опекой, если у вас таков опыт был. Сегодня у нас будет несколько героев. Во-первых, мне хочется представить усыновителя, Олега Фортуну. Олег, добрый вечер. Добрый вечер, да. Спасибо тебе, что ты с нами. Спасибо, что ты подключил своих друзей, также чтобы этот эфир сегодня состоялся. Друзья, еще раз хочу сказать, что мы желаем вашей обратной связи, нам это очень важно, поэтому, пожалуйста, ваши вопросы с удовольствием будем зачитывать, с удовольствием будем озвучивать. Давайте как раз я сейчас скажу, каким образом вы можете с нами соединиться для общения. Во-первых, это мобильное приложение WhatsApp и Viber, номер телефона плюс семь девятьсот семьдесят семь восемьсот пятьдесят ноль девять. Особый привет всем, кто нас сейчас видит, потому что идет видеотрансляция. Тем, кто нас слышит, тоже привет. Присоединяйтесь, присылайте свои сообщения, мы будем их с удовольствием зачитывать. И сейчас, буквально через несколько секунд, я вот поставлю джингл, где вы услышите телефон прямого эфира, который я буду также периодически повторять. За микрофоном Татьяна Ваганова. Итак, еще раз скажу, сегодня мы будем говорить об опеке. Непростая тема, она, скажу, такая многогранная, потому что здесь задействовано много аспектов. И иногда, скажем, нужно понять, почему органы опеки не могут действовать во благо, что их останавливает, что их тормозит. Иногда идет некое недопонимание между опекой и приемными родителями. Есть ошибки с обоих сторон. Он, вот каким образом, учиться об этом говорить, слышать друг друга и выходить в какой-то здоровый конструктив, для того, чтобы, самое главное, детям-то все-таки было лучше. Вот об этом сегодняшняя наша передача. Итак, давайте буквально несколько секунд, и мы с вами начинаем наш прямой эфир. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот. Телефон прямого эфира. 8 800 333 17 06. Итак, друзья, мы сейчас в прямом эфире, и говорим мы сегодня об опеке. Олег Фортуна у нас в гостях. Олег, ты как такой многодетный отец, многоопытный уже, потому что давно в этой теме. Вот в прошлый раз мы с Олегом разговаривали, и он рассказывал, что он вошел в эту непростую тему сиротства в помощи детям с 18 лет. А сейчас он уже зрелый муж. Молод и свеж, конечно, но зрел. То есть уже ты сколько в этой теме получается? Долго. Больше 20 лет. Больше 20 лет. Ну и, в общем-то, ты тоже всякого насмотрелся-то за свою жизнь. Я имею в виду взаимоотношения с опекой. Вот лично твой сценарий в основном, какой был, положительный или грустный? Ну, в основном, конечно, он был положительный. Причем... Это радует уже. Да. Это радует. Причем я много где жил, и, как показывает... Ну, это мой личный опыт, да, то есть это не аксиома. А где-то в провинции, в районах не то, что лояльней. Как-то люди добрее, да, чем в крупных городах. И, соответственно, найти язык с органами опеки где-то в регионе гораздо проще, чем, например, здесь в Москве. То есть люди более человечные, более теплые, открытые. Да. Ну, это ментальность такая тоже. Да, ну, видимо, сказывается такая местечковость, да, всех-всех знают. И как-то вот... И в этом плане это хорошо. Да, и в этом плане может быть хорошо, может быть плохо. Чем ближе к центру, значит, тем больше контроля и больше, ну, как бы, такой буквы закона. Я бы не сказал, что, с одной стороны, больше контроля, да. Когда ты живешь в провинции, ты на виду у всех, да, то есть там в каком-нибудь... Поэтому тебя контролируют все. Да, но не то, что контролируют все, да. Но я уже пошутила, да. То есть, ну, как бы, ну, деревня, она есть деревня, всех-всех знают. Конечно, на одном углу чихнул, на другом сказали, будьте здоровы. Да, то есть, как такого контроля, ну, в понимании, что мы имеем в крупных городах, нет, да. То есть, всех-всех знают, все-все видят, там, дети сотрудников органов опеки, там, дружат, там, с приемными детьми, да, то есть, там, с семьей, которая живет в соседнем доме, да. То есть, как-то, ну, такое. Понятно. То есть, вот этот близкий контакт, он больше располагает, даже не то, что располагает, это близкий контакт, он как бы рождает априори, ну, некое доверие, потому что люди на виду живут, вот их вся жизнь, она на виду. Да, мы когда... Еще не было гостевого режима, ну, я брал детей из детского дома, то есть, ну, на выходные в гости, вот, и, соответственно, надо было когда бумажками-то подкрепиться, да, то есть, и получал заключение возможности быть опекуном. Вот, ну, мы как-то сидели с сотрудницей органов опеки дома на кухне, часа четыре, пили чай с плюшками, да, то есть, разговаривали там... По душам. По душам, да. То есть, и вот это вот не напрягало. То есть, мы сидели там, мило беседовали, там, чем-то делились, там, ну, вот. То есть, а как сейчас, например, происходит так-то обследование, это, ну, вот... Практически по-полицейски. Да. Да, приходят по протоколу. По протоколу с такими листами. Лампу в глаза, смотри, смотри на меня. И вот это вот как-то немножко вот напрягает, вот нет такой вот душевности, что ли. То есть, получается, больше не разговор, а такой допрос. Ну, не то, что допрос, может быть, да, вот, то есть, но самое интересное, что этот, так скажем, допрос, да, он не скрывает семью, да, то есть, чисто вот по протоколу, да, вот. Ну, формально. Да, вот именно, чисто формальность. То есть, из этого, например, акта обследования нельзя сделать вывод о семье. То есть, я как-то примерял, мне предлагали место начальника органов опеки, вот, и я так на себя примерил, думал... Как-то пиджачок как-то, да, под мышками. Думаю, нет, я не смогу выдать ни одного заключения о возможности быть там усыновиделем и поколом, да, потому что, ну, как я незнакомому человеку доверю жизнь ребенка, да, то есть, потому что документы, которые сдают кандидат, они, ну, ни о чем. То есть, да, не судим, да, здоров, и все. Ну, то есть, ты в этом плане понял всю сложность органов опеки, которые, в случае, должны... Да, то есть, они по минимуму документов должны принять решение, да, то есть... Даже как-то расшифровать человека, раскрыть его. Да, и взять на себя ответственность, да, то есть, за будущего ребенка, который появится в этой семье. То есть, я вот так на себя примерил, думаю, нет, я не смогу, вот, и... Останусь просто приемным родителем. Станусь просто приемным родителем, вот, и, с одной стороны, да, меня несколько так, ну, не то, что там поражают, ну, отчаянные, смелые люди, да, в этом плане. Органы опеки. Да, то есть, просто я знаю еще систему, как это получение заключения происходит в других странах, да, где это длится долгое количество времени, то есть, органы опеки несколько раз, приходят в семью, там, на праздники как-то смотрят, да, что, ну, чтобы у них сложилось какое-то мнение о семье, да, то есть, а у нас... Всё более скоротечно. Всё, да, более скоротечно, всё очень быстро, да. Понятно. На доверие органов опеки. Вот понравился, не понравился человек. Ну, да. Возникло что-то такое эпатическое или нет. Ну, вот чисто на доверие, там, каким-то пятым глазом, там, третьим глазом, да. Шестым чувством. Да, шестым чувством, то есть, вот. Слушай, как вот ты бы сформировал, может быть, ну, давай вот таким высокопарным языком миссию органов опеки? Вот как ты думаешь, их миссия в чём? Всё-таки защищать права детей, да, то есть, и сирот, и несирот, то есть, ты... Ну, вот, например, они скажут, вот мы так защищаем права детей. Вот мы выработали способы, защищающие права детей. А как же это? Кого же мы защищаем? Детей, всё нормально. Ну, тут, смотря какая ситуация, да, то есть, да, я сталкивался с необоснованными действиями опеки. То есть, мы судились несколько раз, ну, не как приёмный родитель, да, а как юрист. И сейчас у меня в процессе там идут несколько консультаций, несколько дел, да, ну, против органов опеки. Ты знаешь, вот насколько я поняла из того, что ты сказал, вот, миссия органов опеки, конечно, в первую очередь лозунгом, да, защищает права детей, это никто не оспаривает, но вот всё, что прозвучало, вот ключевое, это неформальная защита интересов детей, то есть, неформально к этому подходить. Неформально подходить к кандидату в приёмные родители, неформально подходить к самой семье, неформально подходить к самому ребёнку, то есть, больше личностного погружения, больше контакта. Да, согласен, но закон не позволяет этого, да. Закон не позволяет почему? Потому что нужно норму сдать ГТО? Да, то есть, есть определённый срок, да, то есть, там... Когда ты должен отчитаться, там, за 60 семей, вот и все ты... Ну, не то, что, допустим, там, кандидат приносит документы, да, то есть, вот есть в законе прописан срок, то есть, в течение, там, столько-то дней он должен выйти, там, на акт отследования и подготовить, там, заключение, да. То есть, просто чисто физически не хватит времени, чтобы окунуться в семью. Ну, сделать это нормально, как мы говорим, без вот этого, без формализма. Да, вот, это первое. То есть, получается, здесь что? Нужно больше тогда, больше чего? Больше самих сотрудников органа опеки, меньше нагрузки на сотрудника опеки. Ну, я, к сожалению... А это сразу расширяет бюджет, это значит, надо раскошеливаться. Да, и если мы, допустим, как в зарубежных странах будем по несколько раз приходить в семью, да, то, соответственно, увеличиваются сроки, да, то есть, что, с одной стороны... Да, а как же здесь закрывать детские дома? Да. Вот время-то уже поджимает. Да, и вот тут вот, где золотая середина, да, то есть, да. Золотая середина, всё-таки, как мы уже сказали, всё-таки в защите интереса детей. Ну, да. Да, хорошо, друзья, давайте мы попробуем сейчас вот выйти на связь с нашим первым гостем. Надеюсь, что всё будет хорошо, и связь будет хорошая, и мы сейчас можем нормально пообщаться. Так, сейчас пока у нас идёт потихонечку этот дозвон, я хочу к вам обратиться. Друзья, пожалуйста, всё-таки вот очень интересно, вы как считаете, да, что мешает нашим органам опеки нормально взаимодействовать с потенциальными приёмными родителями, с реальными приёмными родителями или опекунами, усыновителями, в общем, в любом случае с теми, кто так или иначе имеет контакт с органами опеки. Вот очень интересно было бы услышать ваше мнение. Итак, у нас сейчас связь пошла, надеюсь, что всё будет нормально. Елизавета, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, спасибо большое, что вы вышли с нами на связь. Ну, вот мы здесь сделали уже такую небольшую раскладку с Олегом, выяснили, пришли к общему знаменателю, что всё-таки опека должна защищать права детей. Слава Богу, всё, на это святое правило никто не посягает. Здесь мы застопоривались на вопросе, как защищать эти права, потому что вот родители могут на это смотреть одним сценарием, опека другим. Я не знаю, там, те, кто принимает законы, третьим. Хотелось бы, чтобы эти взгляды иногда пересекались. Вот у вас достаточно грустно. Совпадали. Совпадали, да. Ну, вот были точки пересечения, да, хотя бы точки пересечения. Вот у вас достаточно грустная история с опекой. Вот расскажите, пожалуйста, что же там стряслось? Почему вот вышло такое непонимание вот с их стороны, чем вы им не угодили? Ну, в настоящий момент я не угодила тем, что я смелилась прописать опекаемых детей постоянно в своём мире. Поэтому я с сентября месяца получаю стопейки, которые нам требуют срочные выписать и прописать на время, ну, оформить временную списку. Ага, Елизавета, у нас просто сейчас, к сожалению, вот такая связь, получается, мы практически ничего не слышим. Может быть, вы как-нибудь там подойдёте куда-нибудь к окошечку или за уголок или куда? Я у нас на балконе стою. Так, вот сейчас вот мы услышали, что вы стоите на балконе, а до этого было что-то непонятное. Так, значит, давайте с самого начала. В чём же там? С самого начала я прописала детей постоянно. То есть оформила детям, которые приехали в Москву, постоянную регистрацию. До этого у них не было никакой регистрации. И с сентября месяца органы опеки требуют, чтобы я выписала детей и оформила им временную регистрацию. Так, а вот чем они это аргументируют? Что такое? Абсолютно ничем. Считается, что я каким-то образом нарушила права детей на получение в дальнейшем своего собственного жилья. Так. Но когда я оформляю детям постоянную регистрацию, дети опекаемые не становятся членами моей семьи. Соответственно, никаких прав на моё жильё они не приобретают. Так. И я уверена, что этот вопрос вы явно обсуждали с юристами. Они тоже, в принципе, это подтвердили. Я неоднократно посоветовалась с юристами. И те были очень удивлены требованиями опеки, выписать детей. Потому что они хотели услышать, на какой акт законодательный ссылается опека. Опека ничего мне по этому поводу не сообщила. В последнее время устно мне говорится о том, что на меня будут подавать они в суд, выходить с иском. Но пока что я не получала. То есть просто слышу это постоянно по каждой встрече. Ага. Интересно. То есть получается, никакого законного основания предъявлять вам претензий у них нету, потому что вы закон как бы не нарушали. Это вот их личное такое мнение, впечатление, что вы поступили как-то неправильно, и вас надо наказать, вот они, соответственно, начинают вам грозить судами. Может быть, здесь поступить, как вот Олег Фортуна говорит, что у него есть свой универсальный способ взаимодействия в таком случае с некоторыми представителями опеки. Олег, озвучь, пожалуйста, свой секрет на всю страну. Да, то есть это не только с органами опеки, но в принципе, то есть письменно, да? То есть, пожалуйста, то же самое, только письменно. То есть выдайте мне бумажку, документ, ваше распоряжение. То есть по большому счету Елизавета может сказать, что напишите мне документ, который, во-первых, где указано, какую статью закона я нарушила, прописав детей, и почему они не будут иметь право якобы на жилье, и что вы будете подавать в суд, сделайте это письменно. Ну, не обязательно даже упоминать в суд, да. То есть часто бывает, что достаточно просто сказать, а вот сейчас то же самое, только в письменном виде. И это останавливает уже. Да, и это останавливает, потому что люди понимают, что, ну, если требование, допустим, незаконное, да, то есть что, ну, мы такое писать не можем, да? Да, потому что за это придется же отвечать, это же не просто слова уже. Елизавета, а вот не пробовали вот таким образом? Я делаю то, что советую вас когда с юристами, они посоветовали никак пока письменно не отвечать. У меня есть в письменном виде требование детей выписать без ссылки на зафон. Но они сказали, вы можете оставить это все без внимания, причем такой же совет мне давали не просто юристы, а именно сотрудники департамента, которые занимаются распределением жилья для детей-сирот. Они мне дали точно такой же совет. Они сказали, никаким образом права детей не нарушены. Ребенок имеет полное право получить жилье в Москве, поскольку у него теперь прописка в Москве. И сказали, а на эту бумажку можете внимания не обращать. Ага, Елизавета, смотрите, вот вы доносили, естественно, вот эту обратную связь до органов опеки. То есть вы сказали, я поняла вас, все, я проконсультировалась вот с юристами, я проконсультировалась вот с этими людьми, они мне сказали вот такое, и я это доношу до вас. Наверняка же вы это делали? Безусловно. Так, и их реакция? Опять грозят? Они реакции, теперь буду вам грозить. Понятно. То есть люди не желают категорично услышать. Хорошо. Какие у них еще претензии к вам, как к родителю? Еще раз, да, есть претензии к финансам, ну, к финансам детей, потому что у меня девочка 15-летняя, которая иногда сама снимает свои деньги в карте. Если мы готовили денежные средства, то вот, когда мы ездили, вот, для крайней классы, если понадобится. Поскольку там деньги не понадобятся, сделайте, потратите все деньги сама. То есть это было более 100 тысяч. Елизавета, только связь опять у нас, связь опять только у нас дрыгает, поэтому мы опять только там немножко услышали. Ну, в общем, речь идет... Извините, я стою на месте. Ага, ну вот, но это уже, это ветер, друзья, это волны, да, их уже не проконтролируешь. То есть речь шла о том, что у девочки есть карта, она достигла 14-летнего возраста, доступ к этой карте имеет только она, это ее личные деньги, она может ими распоряжаться. А с вас почему-то все это дело стрясывают и говорят, что вы должны пополнять теперь ее счета. Да, то есть вернуть эту сумму я должна назад на ее счет или карту или таким образом. Ага, опять они, вот это вот, все вот эти претензии-то у них, это, я говорю, просто опять, вот они идут, мы так считаем, вот это нам так кажется, или они все-таки на что-то ссылаются? Нет, ни на что не ссылаются. Да, они сказали, что они считают, что это денежные средства, не пенсия в данных, как текущая, а это уже имеется в виду, что это имущество ребенка, которое я должна сохранять, а не тратить без их разрешения. То есть у них основной аргумент, что это без их разрешения было сделано. Хорошо, значит, это пункт номер два, и там еще был третий, по-моему, в отношении еще детей, что якобы вот они себя как-то ведут плохо. Ну да, взаимоотношения подростки школа ОПЕКа. Ага, и здесь тоже получается такой как бы замкнутый треугольник, потому что особо и школа не идет на некое участие, ну понимание, да, вот особенности детей, то, что они попали в семью в подростковом возрасте, что они не так давно в семье, и здесь очень много проблем, которые надо разбирать. А ОПЕКа, что делает ОПЕКа у нас? Ну, ОПЕКа собирает ОПЕКунский совет, который обычно собирается, судя по моему опыту, не решить проблему, а высечь ОПЕКуна. Ага, ага. То есть они что вам говорят-то? Вот когда там, значит... Последний раз началось с того, что на меня был просто наезд, я не могу по-другому это сказать. Зачем вы привели сюда ребенка? Хотя ОПЕКунский совет был позван по просьбе школы, которые не справляются с поведением старшей девочки. Ага. Так. Так. И получается, что ОПЕКа, в свою очередь, она не предлагает никаких решений, они только в данном случае просто констатируют факт. Будут еще жалобы и школы. Они тоже констатируют факт, да, и сказали, что если вы лучше сдавайте сейчас ребенка, если у вас проблемы, потому что если случится завтра что-то, мы придем и заберем всех детей, и разбираться мы не будем. Это были дословные слова. Ага. Замечательно. Что в школе-то у нас? Почему вот тоже не получается как-то быть услышанной, понятой? Школа что, боится, что показатели испортятся, истории не хотят некрасивых? Школа. Школа, во-первых, не совсем понимает психологию подростков, особенно которые детдоновские подростки, которые пережили травму брошенности, причем иногда не одну. То есть у ребят может просто сил не хватать, чтобы хорошо учиться, допустим, или регулярно посещать занятия. А требования к ним точно такие же, как и к обычным детям. А вот возможности, допустим, перевести их на какую-то другую форму обучения, чтобы они в школу не ходили? Ну, только если надо, но при этом, когда мне нужно будет нанимать учителей, потому что я школу закончила больше 30 лет назад, я не готова в этом классе преподавать детям все предметы. А вот, например, скажем, вот здесь может Олег присоединится. Олег, вот есть у нас какая-то программа помощи, допустим, приемной семье в плане именно, допустим, домашнего обучения, семейного обучения? С законом об образовании предусмотрены такие формы, но дело в том, что они нашим детям не подходят, особенно если мы речь ведем про подростков, которые не привыкли работать, которых надо заставлять все делать. То есть они просто не будут учиться и в итоге провалят аттестацию. То есть им нужна вот именно дисциплина. То есть вот утром ушли, вечером пришли, там уроки сделали. То есть домашнее обучение, оно подразумевает под собой все-таки самообразование, должен быть определенный бэкграунд. То есть, ну, допустим, у меня Алиса, мы ее взяли после третьего класса, она не все буквы знала, алфавита, да? То есть что она могла прочитать? Ничего. То есть мы с ней учили, то есть третий класс ребенок закончила, да? То есть мы с ней летом алфавит учили, буквы. То есть как бы это не вариант. То есть и вот год она у нас сидела дома с репетиторами, которые, ну, я ни разу не преподаватель. Нет, я преподавал в институте студентам, которые были замотивированы, заинтересованы. Ну, понятно, здесь особый подход. Да, у меня просто, я не лезу туда, в чем я не разбираюсь, вот, и были репетиторы, которые, вот, начиная с девяти утра, там, до часа, до двух дня, то есть по очереди. Но репетиторы частные, то есть ты их сами проплачивал? Да, да, мы их сами проплачивали, то есть на это ушло дикие суммы, то есть мы что-то считали, по-моему, более... Хорошо, а сейчас вот какие-то программы есть, например, вот я знаю, что вот в арифметике добра есть программа шанс, когда именно специально для ребенка подбирают репетитора, кто-то за этого оплачивает, да, там, именно специально устраивают такие марафоны по сбору средств на оплату репетитора для вот такого-то ребенка. То есть, по идее, может быть, все-таки можно найти какой-то ресурс, но вот у меня складывается такое вот ощущение, что вот то, что сейчас Елизавета рассказала, что просто она как-то не ко двору пришлась, вот не понравился человек, и ее просто начинают как травить. Ну, у меня, в принципе, вот ощущение от московской опеки, что, ну, вот последнее время, да, что вообще все приемные родители как-то не по двору. Не по двору, да? Да, то есть вот именно... Это нужно побольше негативных историй, что ли, создать для показания того, что мы работаем, у нас все здесь в норме? Не знаю, то есть вот последнее время... Что якобы мы контролируем процесс. Да, такой прессинг идет, да, то есть что... Елизавета, а что вот говорят другие родители, которые тоже к этой опеке прикреплены, к ним как? Трудно даже сказать, потому что я не всех знаю именно из этой опеки, поэтому я не могу сказать, что, допустим, плохой человек наш инспектор, она сама по себе достаточно неплохой человек, но я понимаю, что у нее есть начальник, который на нее тоже давит, и который, ну, то есть заставляет ее, то есть выпускать какие-то вот такие постановления. Понятно. А на этого начальника, в свою очередь, другой начальник давит. То есть, да, получается, да, то есть получается все равно человек, он как бы сам по себе, ну, вот не может себе принадлежать, и он является заложником системы. Вот на него давят, если он хочет сохранить рабочее место, значит, он должен действовать вот так или иначе. Смотрите, ну, получается тогда вот очень интересная история, потому что про некоторую опеку рассказывают, что там вообще молодцы удальцы, и люди помогают, и, ну, как вот такие все, ну, услужливые и внимательные, а получается, что на них вроде бы тоже там давят. Вот в чем здесь, вот на ваш взгляд, вот такой вот резонанс все-таки? Мне кажется, наверное, кого-то можно продавить, а кого-то не очень. Кто-то ограничивается рамками закона. Просто я к тому, что если, например, вот есть какое-то постановление, которое человек должен вот вынуть, и вы не положь, иначе ты лишишься своего кресла, то здесь вот как-то надо либо тогда уходить и сеять доброе вечное, либо оставаться в этом кресле и быть чиновником. Ну, знаете, у меня, Татьяна, был случай, когда, ну, я в нем принимал участие, когда просто был поставлен прокуратурой вопрос, да, и начальник органов опеки и директор детского дома сказали, так, ребят, отойдите, не мешайте нам. То есть мы видим по ребенку, что ему хорошо, что и иди. То есть человек смогла на себя принять ответственность, да, то есть принять решение волевое, принять ответственность и... Разрешить эту ситуацию. Да, то есть не побоялась там кар небесных, там каких-то высшего начальства, то есть и все. Да, но это требует, конечно, определенных усилий моральных, душевных, психологических и так далее, да, то есть нужно все время, каждый день совершать... Ну, а просто этот человек, начальник органов опеки, она сама приемная мать. То есть она действительно всегда была на стороне детей, на стороне кандидатов и... Понятно. И, в общем, женщина закаленная в боях наших, ну, как сказать-то, ладно, нашей действительности. Елизавета, спасибо вам огромное, спасибо, что вы поделились, потому что для нас это было очень важно. Я очень надеюсь, вот желаю вам от всего сердца, чтобы, несмотря ни на какие там претензии к вам, эта ситуация все-таки разрешилась. Вот пусть это будет. Вот мы, вот просто на вашей стороне, зная, насколько и так тяжело сейчас приемным родителям, им всегда тяжело, сейчас, может быть, особенно, поэтому очень хочется, чтобы все это разрешилось, и как можно меньше людям трепали нервы. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам, что такие темы поднимаете. Будем надеяться на лучшее. Точно, вот мы прямо сейчас на этом и закончим общение с нашей гостьей, будем надеяться на лучшее. Друзья, давайте мы прям небольшой сделаем перерывчик сейчас, соберемся с мыслями, мы продолжаем нашу тему, мы говорим сегодня об опеке. Как видите, пока ничем порадовать вас не можем, но, может быть, все-таки еще что-то у нас будет светлое впереди. Будем надеяться. Итак, буквально через несколько секунд мы снова с вами в прямом эфире и будем продолжать говорить об опеке, помощь или все-таки палки в колеса. Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот. Телефон прямого эфира. 8 800 333 17 06. Итак, друзья, мы продолжаем нашу тему. В эфире «Отличная семья». Сегодня с вами общаются я, Татьяна Ваганова, Олег Фортуна. И мы говорим об опеке. И вот не хочется, конечно, все, как говорится, смешивать в одну кучу и картину представлять одной краской. Но вот после разговора с Елизаветой как-то грустновато сейчас стало. И Олег тоже прокомментировал свои какие-то наблюдения, что сейчас как-то вот краски сгущаются, дышать тяжело, везде прессингуют, потому что давят сверху. И как-то все меньше и меньше человеческого. Получается, что вот кому нужны эти бумажки? Бумажки, отчеты, галки, какое-то создание деятельности именно. Ну вот мы работаем. Хорошо. Но помогает ли это детям? Потому что, помните, мы все-таки говорили о главной миссии опеки. Это помощь детям. Но неформальная помощь. Вот скажи, пожалуйста, это появилось сейчас в связи, может быть, с определенными обстоятельствами, временем, не знаю, да? Или, по большому счету, вот такое отношение опеки к приемным родителям, оно наблюдалось практически всегда? Ну, во-первых, надо понимать, что когда мы на это шли, когда мы на это подписывались, да, стать приемными родителями, каждый приемный родитель понимал, что он будет зависеть от государства, отчитываться перед государством, да, потому что все-таки государство обязано по закону контролировать. И, ну, были на это готовы. То есть, так скажем, ну, я не знаю, тучи, наверное, стали сгущаться, когда, по крайней мере, в Москве, да, когда мы перешли под департамент социальной защиты. То есть до того, когда были в муниципалитете, то есть как-то все было нормально. Да, были отчеты, причем эти отчеты были, мы там ячейки прикрепляли и все, то есть сейчас этого нет. Но все равно как-то вот было, я говорю, вот какая-то вот душевность была. По-человечнее, да? То есть по-человечнее. А сейчас вроде бы бумажек мало, ну, по крайней мере, мы как приемные родители там ничего не заполняем. Ну, вот. Может быть, это связано с тем, о чем мы говорили, что стало больше приемных родителей, опекунов, усыновителей, поэтому работы прибавилось, а народу не прибавилось. Прибавилась работа у опеки, да, потому что они сейчас приходят домой с такими столмудами, с опросниками, да. То есть и... И работа продолжается дома. Да, нет, вот они к нам на актах приходят, да. А, в этом плане. Да, да, и вот там такой опросник, по-моему, там на шести или на восьми листах по каждому ребенку, да, у нас их три, которых проверяют. И вот по каждому начинаются там ответы на вопросы, детей спрашивают, мы там отвечаем. То есть, ну, это время, да, то есть, а по сути, да, то есть, этот опросник, он ничего не показывает. То есть, нельзя никакие выводы сделать. Ну, по сути, он ни о чем, как бы. Да, как бы ни о чем, но вот он такой есть. Ну, попробуем сейчас мы выйти на связь еще с одним нашим гостем. Сейчас мы узнаем, на связи ли он с нами. Добрый день. Добрый день. Прекрасно, связь хорошая. Я хочу представить нашим слушателям, заместителям министра социальной политики Калининградской области Алексея Ивановича Вещаку. Алексей Иванович, еще раз добрый день или вечер. Добрый день, Татьяна. Добрый день, Олег. Добрый день. Очень рады вас слышать. Вот сегодняшняя наша передача посвящена опеке. И, понятно, вопрос очень неоднозначный, потому что вот сколько я разговаривала с приемными родителями, опекунами, усыновителями, у всех своя история. И очень контрастная история. То есть, либо плохо, либо хорошо. Вот какой-то середины нету. Сейчас вот мы поговорили с одной из наших гостей, Елизаветой, и она, конечно, рассказала грустную нам историю, потому что такое складывается впечатление, что там органы опеки просто прессингуют человека. Уж не знаю, почему. Вот мы здесь разные мнения с Олегом выдвинули. Может быть, потому что приказ давит свыше, и человек является тоже заложником этого. Либо потому что Елизавета чем-то не пришлась ко двору. Ну, очень много вот таких моментов, когда видно, во-первых, что органы опеки, получается, превышают свои полномочия, потому что они выдвигают какие-то претензии несоответственно законодательному моменту. Второе, когда пытается человек выйти с ними на какую-то обратную связь и говорит, вот, ребят, мы проконсультировались с юристами, еще с людьми в этой области опытными, и нам говорят вот тот и тот, это не соответствует вашим требованиям. Опять полностью такая глухая стена и такое впечатление, что люди не хотят ни слышать, ни видеть, и, конечно, от этого грустно. Ну, помимо вот того, что мы сейчас вам с Олегом пожаловались, ну, кому же еще, ну, надо же выплеснуть наболевшее, давайте, может быть, мы поговорим о том, что же входит все-таки в обязанности органов опеки, потому что это настолько размытый вопрос, что органы опеки должны делать. Я очень вам благодарен, что вы подняли такую важную тему, ни в коем случае не хочу быть адвокатом органов опеки, но попробую рассказать о разных сторонах работы специалистов по опеке. Вот мы с коллегами считали, что сегодня у специалистов органов опеки чуть больше 52 функций, которые они должны выполнять, и зачастую это функции очень такие разнонаправленные. То есть это и сделки с имуществом, это и устройство и выявление детей, это и беседы с опекунами, с приемными родителями, с детьми, то есть разрешение каких-то конфликтных ситуаций. В итоге получается, что специалист органов опеки, он должен быть и юристом, и психологом, и педагогом, и обладать экономическими зданиями, то есть должен быть такой, знаете, многостаночник. Да, Алексей Иванович, вот там у меня сразу здесь такой вопрос, а вообще под силу ли это одному человеку? Вот когда принимали решение, что один человек должен вот, ну как бы обслуживать вот все эти 52 пункта, но это же понятно, что это невозможно сделать качественно по всем вот этим составляющим, что здесь надо несколько человек, которые бы каждого как-то отрабатывали именно свою зону психолога, психологическую, юрист, юридическую и так далее и тому подобное, что на одного-то всего. Безусловно, если посмотреть вот на законодательство об опеке, например, в советское время же было все просто, был инспектор по опеке, было у него несколько функций, про имущество там вообще никогда-никогда никто не думал. Сейчас законодательство очень сильно изменилось, и каждый раз добавляются новые и новые функции, а при этом численность, квалификация специалистов, вот этому уделяется, как правило, очень мало внимания. Из-за этого зачастую бывают и проблемы, потому что количество обслуживаемого детского населения у специалиста в органе опеки достаточно велико, и он просто не в состоянии все это успеть и качественно сделать. А вот тогда, соответственно, вопрос, например, вот если, ну кем-то принимаются же эти нормы, вот, то есть кто-то принимает этот закон, кто-то за него голосует, или я не знаю, как это проходит вот по этим 50 с лишним пунктам, но как-то обратный запрос возможно дать, чтобы это дело пересмотрели, потому что работать в таком режиме невозможно, нормально, но это будут только отписки, а по факту работать нормально нельзя. Безусловно, и когда принимался федеральный закон об опеке и попечительстве, например, наш регион направлял свои предложения к этому закону, и уже когда он был принят, и утверждались постановления правительства о контроле за приемными семьями и за опекундскими семьями, о выдаче заключений, ну и о многих вопросах, которые вот 420-е постановление регулирует, мы также направляем свои предложения и до сих пор стараемся, если какие-то есть проблемы, и это можно скорректировать в законодательстве, то мы немолчим и в мемоборнауке всегда направляем наши предложения. Понятно, да, но как-то на них нет ответственности. Нет, вы знаете, я не соглашусь. Например, после ряда форумов приемных родителей, в том числе от того, что мы эту проблему ставили, отменили, на мой взгляд, излишние требования о предоставлении чеков при сдаче отчетов. Это очень важная норма. Второе, заработали номинальные счета, когда не нужно опекунам и приемным родителям брать разрешение в органах опеки на расходование средств номинального счета. И много чего другого. Меняется, но, скажем так, медленно. Меняется медленно, да. А вот как вы думаете, меняется медленно в связи с чем? Вот с тем, что надо какие-то новые законы принимать тогда? Или потому что те, скажем, запросы, которые поступают, ну, на пересмотр, да, каких-то там правил, что это тоже нужно как-то проверять? Вот почему процесс настолько сильно тормозится? Вы знаете, Татьяна, дело в том, что вся, ну, все законодательство, которое сейчас есть по опеке, оно фактически выросло из советского законодательства. А оно было, ну, достаточно примитивным в той, ну, в части опеки, потому что уже сейчас есть только форм устройства ребенка, и временная передача ребенка, и предварительная, и опека по заявлению родителей. И эти нормы прописаны очень слабо. И на откуп конкретного специалиста органа опеки отдается очень много. И фактически от его решения, а ни критерии принятия этого решения, ни требования к этому решению нигде не прописаны. И от его решения зависит очень многое. Конечно, нужно развивать законодательство. Все понятно. Но это очень тонкая сфера, где нельзя, вот, принимать поспешные решения. Где вот та грань, да, ведь многие обвиняют приемных родителей, например, в том, что они берут детей ради денег. Да, конечно. Да, и где вот та грань, чтобы ее можно было соблюсти, чтобы и не упрекали, но и платили нормальное содержание ребенку. Понимаете? И таких примеров в нашей практике очень много. Да, в общем, мы находимся в таком интересном историческом периоде, где все еще только формируется, поэтому надо набраться терпения. А что же еще делать-то остается? Вот, Алексей Иванович, вот по вашему мнению, по практике, вот как вы чувствуете, какой основной запрос вот исходит от родителей, то есть какая им помощь в большинстве своем требуется от опеки? Вы знаете, прежде всего нужно сопровождение семьи. Вот то, о чем говорила Елизавета, понимаете, вот все наши опекунские советы, мы в Калининградской области, у нас тоже есть опекунские советы, но мы категорически переломили их практику работы. То есть это не должен быть карательный орган. Это не комиссия по делам несовершеннолетних, которая вызывает опекуна и ребенка и начинает голбать, что вы там что-то делаете не так. Задача органа опеки не просто устроить ребенка в семью, не просто платить деньги на содержание, не просто приходить раз в три месяца или раз в шесть месяцев обследовать условия, но еще и конкретно подходить к каждой семье индивидуально и понимать, какие есть проблемы. Если там подростки и у них есть проблемы со школой, с межличностными какими-то коммуникациями, то, может быть, нужна помощь психолога. Понятно, что специалисты органы опеки эту помощь не окажут, но он может направить семью, например, в Центр помощи семье и детям. Ну вот я про что говорю, да, какое-то предложите разрешение. Диагностики и консультирования детей и подростков. Если это ребенок-инвалид, то можно в специальные реабилитационные центры для детей. Вот у нас в области тоже есть таких три центра. И тогда семья, когда она чувствует свою значимость, свою поддержку, она не боится остаться с проблемами ребенка. Она видит, что и опека, и учреждения помогают ей решать эти проблемы. Ну да, и самое главное, семья не боится вообще органов опеки-то. Вот хорошо, если бы... Это нормальный диалог. Хорошо, тогда, Алексей Иванович, может быть, вы подскажете буквально там, может быть, два совета, каким же образом выходить на конструктивное общение с органами опеки. Может быть, какие-то ошибки делают приемные родители. Вы знаете, во-первых, не надо бояться органов опеки. Нужно показать свою адекватность, потому что иногда граждане ведут себя очень странно. Показать знания законодательства. То есть, что вы подготовлены по всем фронтам. Категорически спорить со специалистами не надо, но нужно очень четко отстаивать свою точку зрения, аргументируя это нормативными актами. Ну или, по крайней мере, практикой. Либо если человек советовался с юристами, то послать на это мнение. Если сталкивается человек со стеной непонимания, то тогда нужно пообщаться с начальником специалиста. Если есть совсем непонимание конкретного органа опеки, то либо пообщаться с уровнем повыше, либо, может быть, привлечь у полновочного по правам ребенка. В крайнем случае, можно обратиться в прокуратуру и обжаловать незаконные действия. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы были с нами, потому что вы очень много сейчас сказали важного. Я уверена, что кто-то для себя что-то получил сегодня. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Друзья, хочу сказать, что у нас был сейчас заместитель министра социальной политики Калининградской области Алексей Иванович Фищак. И я думаю, что Алексей Иванович все достаточно, ну, как сказать, рассказал достаточно честно, искренне, абсолютно не противореча тому, о чем как-то мы говорили выше, и общаясь с Елизаветой в том числе. Друзья, вот у нас эфир очень быстро подошел.